Приветствую, братья и сестры, любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Сегодня очень много споров есть между христианами о том или другом вероучении. Многие взялись толковать те или иные пророчества, менять даже доктрины какие-то из Писания. Или же пытаться прояснить те доктрины, которые не были достаточно истолкованы до этого времени. Не все эти толкователи, так сказать, толкуют верно. Проблема в этом есть подход, который они делают. Проблема в том, что человек неправильно подходит к толкованию Священного Писания, потому что, чтобы его толковать, нужно, во-первых, обладать даром от Бога. Прежде всего. Это самое главное. И призвание к этому. Можно написать даже историю, которая зафиксирована на мой лад, на твой лад, или на какой-то лад лучше. То есть в пользу кого-то она будет, как и сыграна эта история. Потому что из нее выдраны какие-то кусочки, или просто они написаны так, чтобы они звучали по-другому. Но надо в истории разбираться и понимать суть всего происходящего. Почему так произошло. Когда ты смотришь на это со всех сторон, ты судишь правильно поэта. Так вот, если человек не может рассуждать в истории, не может рассуждать о политике, допустим, если ты не можешь судить правильно о них, вот здесь какое-то однобокое мышление, таких кривобоких, допустим, теория заговора есть, ну всякие такие бредовые идеи, которые многие рассказывают. Да, теория заговора есть, но она не какая-то заугольщик, а она тебе прямо в лицо и говорит. И ты это слушаешь каждый день. Просто ты не можешь даже понять, что тебя обманывают. И если ты этого не понимаешь, то, слушай, писание для тебя, ты не можешь его толковать. Ты не разбираешься в обычных вещах людей мира всего. Мы должны все это прекрасно проникать духом и понимать, что они хотят нам сказать, как они нам хотят сказать, преподнести это все. Все это мы должны проникать прежде, чем мы начнем, возьмемся за священное писание. Вот. Ну, я хочу прочитать текст, как Петр, апостол Петр, говорил о том, как нужно подходить к священному писанию. И вот, что мы читаем здесь. Это 2 Петра, 1 глава, и мы читаем. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, мы читаем, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Есть еще такое к этому понимание, что нельзя разрешить пророчество, это точно нельзя его исполнить самому. Ну, это вообще очевидные факты, даже не требуется тут... этот текст, конечно, подразумевает это в глубине своей, потому что это вообще известный факт, можно из других источников на это смотреть, не из этого текста, что с пророчеством оно невозможно разрешить самому собой. А этот текст, конечно, говорит именно о том, что невозможно разрешить, как развязать узел, то есть истолковать священное Писание, не будучи движимым Духом Святым. И это основа толкования любого пророчества в Библии. Потому что были такие пророчества, которые очень короткие, вот как о Христе, и бросая жребий, делили одеждой. Откуда ты знаешь, что именно о Христе? Ну, такого разве больше не было. Если эти самые солдаты бросали жребий и делили, значит, они делали это не первый раз. Они ведь не просто кости эти появились, чтобы жребий бросать и все. Значит, они делали это. И делали они не этот раз. Но ты должен знать, что в этот раз они сделали именно, что это относится ко Христу. Потому что нужно собрать много, много различных фактов и объединить их в одну картину, всю, в целую картину. Тогда это будет истинно. Какие доводы его в то, что он говорит правду? Во-первых, он начинает с того, что он говорит, что он был очевидцем этого. Но также говорит, мы же не просто в басне, мы были очевидцами этого. Вот мы рассказываем вам это. И далее он говорит, ну и Писание само, оно подтверждает. То есть нельзя просто сказать сам от себя. вот я там вот такое откровение получил. И вот как бы пытаться людям это преподнести, да? Чесать людей, так сказать. Есть такое выражение. То, что там тебе, ты сам, может быть, и выдумал, и пытаясь людям что-то там как-то изменить их мышление, да? Что-то им заставить их в что-то поверить. Потому что должно, если ты получил проверку, оно должно быть иметь какое-то подтверждение в Священном Писании. Петр, он и говорит, что там и свидетели, но вы, и хорошо, что вы обращаетесь в Священное Писание. Он не отвергает Священное Писание и говорит, что Священное Писание должно, там все записано, там есть подтверждение тому, что мы видели. Но при этом он говорит, что зная, что невозможно никакое пророчество истолковать, не будучи исполненным Духом Святым, разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть он хочет их также предупредить, что да, хотя вы будете искать подтверждение моим словам в Священном Писании, то знайте, что когда вы ищете это, вы должны быть исполненным Духом Святым, и Бог должен вас вести, чтобы вы правильно поняли эти тексты. Потому что, как я сказал, что много пророчеств, они вот части только всей картины. Их надо собрать все вместе. Потому что, если так, их можно разбросать, как камни, с одной стороны. Можно разбросать, и это будет просто камень. А когда ты сложил, это что-то уже будет из этого построено. Такие пророчества в Библии, они не говорят, как энциклопедия, прямо вот все. А вот о Христе. Открываешь и читаешь. Там все, его жизнь, то есть, Иванглия от Матфея там в Ветхом Завете не было записано. Но были записаны только части его. Этого всего. И это надо выискивать, находиться, поставлять. Поэтому, для того, чтобы истолковывать Священное Писание, нужно пользоваться, прежде всего, самим Писанием. Об этом говорят Петр, Павел и Христос. Нужна логика, чтобы все это сопоставлять. И нужен Дух Святой, чтобы Он тебя вдохновлял и давал тебе направление правильно, потому что без Него мы не можем ничего. И если с Писанием все понятно, оно едино, это каноническая Библия, то, что говорит Дух Святой, Дух Святой, это, ну, может, не всегда нам понятно, но, по крайней мере, это однозначно и по-другому быть не может. Тут с логикой, конечно, это целая, как бы, большая дискуссия, так сказать, и большое должно быть учение, и, в принципе, этому научиться невозможно, опять-таки, потому что это дарование, это дарование от Господа, и оно приходит к человеку, если Бог призывает его что-то делать, служить ему этим даром. Потому что, так и сказано в Писании, одних поставил делать то, других другое. И поэтому я призываю каждого христианина подумать, прежде чем ты берешься учить другого чему-то. даже если ты прочитал хороший проповедник и очень красиво говорит, даже у него шикарный там, что там, инстаграм, и прекрасное видео, это еще не факт того, что человек это говорит от Бога. Поэтому и те учения, которые существуют, тоже не все эти учения являются достоверными. То есть есть такие учения, как о взятии Духа Святого с земли, о предскорбном Вознесении Церкви, о том, что люди все на земле умрут перед Тысячелетним Царством. Есть еще дальше, там вообще такие есть. То есть о кончении века там очень неясно. Поэтому прежде чем ты пытаешься что-то утверждать о другом, то подумай, призывает ли тебя Господь на это? Точно ли ты знаешь истину? И знаешь, что каждое слово, которое скажет человек, он ответит перед Господом. А нам нужно что-то, чтобы понимать? молясь Богу, приходя в Его присутствие, изучая Священное Писание и не пытаясь в Него что-то внести, а что-то извлечь из Него. Если ты постоянно что-то извлекаешь из Него, понимаешь, как оно само мыслит, какую мысль нес сам автор его, и постоянно об этом думаешь, что вот этот процесс ты начнешь понимать это писание ясно и понятно. Допустим, я всегда пытаюсь понять человека, что он хочет сказать. Допустим, говорят что-то по телевизору, и я понимаю, зачем ты это говоришь. Понятно, что там хитрость или лукавство какое-то. Другого послушаешь, ну да, вот этот человек искренне вот такие вопросы. Понимание такое, то есть человек обидно, что он говорит. его же надо выслушать, нужно логически понять, что он хочет сказать, и зачем он это говорит. Читая историю, нужно понимать, о чем она говорит, о чем она свидетельствует, слаживать многие вещи. И ты понимаешь всю общую картину, какая она есть, что не бывает одна причина, и не бывает одного плохого, и одного хорошего тоже не бывает. все наделали своих делов во многих в историческом плане, многие наделают все это вместе, а потом друг друга винят и пытаются это. Надо каждого свой уровень найти, то есть маленький, большой, разный вклад внесли в это, но каждый внес в него вклад, и это надо разложить. Тогда если так мыслишь, то можешь понимать то, что написано и в Писании. Но опять-таки как Петр говорит, что это присодействует духом святым, ты можешь это начать понимать, можешь это размышлять. Вот такую мысль я хотел сказать всем Смиром Божьим.